По всей стране и, конечно же, в столице нашего региона сейчас открываются центры информационной поддержки электронной системы под названием «Платон», то есть «Плата за тонны». С её помощью хозяева грузовиков могут через сайт или терминал зарегистрировать свои машины, зафиксировать маршрут и открыть спецсчёт, с которого будут взиматься деньги. Водителям на каждую поездку станут выдавать дорожную карту, которая позволит им передвигаться по магистралям без опасения получить штраф. Со временем планируется установить дополнительные терминалы на заправочных станциях, чтобы каждый шофёр мог при необходимости внести коррективы. Сейчас есть и другие способы оплаты. Бортовое устройство устанавливается в кабину автомобиля транспортного средства. Специального монтажа для этого устройства не требуется. Бортовое устройство, коммуницируя со спутниковой системой и с оператором системы, автоматически передаёт данные о местонахождении транспортного средства. По мере того, как двигается автотранспортное средство по дороге федерального значения, с лицевого счёта списание производится в размере, обусловленном постановлением правительства Российской Федерации. Владельцам стоит обратить внимание на то, что учитывается чистый вес машины без груза. На первом этапе внедрения системы плата будет составлять рубль 53 копейки за километр. С марта 2016-го тариф вырастет до 3 рублей 6 копеек. Для примера, многотонник, выехавший из Красноярска в Минусинск, должен будет пройти 468 километров. При нынешнем тарифе плата составит 716 рублей, хотя на самом деле заплатить придётся даже меньше, ведь часть маршрута проходит по региональным дорогам. Мнения перевозчиков, которым в скором времени придётся ездить по новым правилам, пока что разделились. Цена вот этих товаров, что мы перевозим, в магазинах она всё равно увеличивается, вот можно сказать, на эту сумму, которую мы сейчас будем платить. Но нам опять ничего не достанется, мы опять будем в убытке, и, как сказать, мелкие автоперевозчики сейчас от этого очень пострадают. В основном в Северо-Анисейске рейсов немного, просто всё равно регистрироваться придётся. Большие, получается, рейсы, даже не федеральные дороги идут, но всё равно федеральные дороги там проходят кусок, а потом в региональные уходят. Ну, так как система мобильного контроля или стационарных всё равно по поддержке проще заплатить, чем платить штраф. А штраф за невыполнение федерального закона весьма чувствителен. Для физических лиц это 5000 рублей, для индивидуальных предпринимателей – 40 тысяч в первый раз и 50 во второй. А для юридических лиц и вовсе 450 тысяч за первое нарушение и по миллиону за каждое последующее. В нашем крае нарушителей будут отслеживать с помощью мобильных постов. Но задерживать незарегистрированные большегрузы станут сотрудники ГИБДД. Со временем федеральный опыт может быть перенят и правительством региона. Этот проект вот такого масштаба, такого уровня и такого предназначения, он вообще реализуется на территории нашего государства впервые. Но если мы посмотрим мировую практику, там давно уже эти системы работают. Все вырученные с помощью этого проекта средства будут использованы для ремонта федеральных трасс. По предварительным расчетам сумма составит порядка 40 миллиардов рублей. Сергей Сеславин, Александр Ермошенко. Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова